Казанский федеральный университет Казанский федеральный университет ожидала серьезная проверка на прочность, так как по календарю студенческой хоккейной лиги следующим соперником стала сборная Казанского авиационного института. Именно это противостояние приковывает внимание абсолютно всех любителей студенческого хоккея. Этот матч не стал исключением. С первых секунд на площадке шла обоюдоостная игра, команды старались как можно быстрее перевести шайбу в сторону ворот соперника, и благо первый результативный момент не заставил себя долго ждать. Уже на третьей минуте Антон Мухин с передачи Тихона Смирнова и Николая Пашина уверенно отправляет шайбу в ворота кафе. 1-0 Каи с первых минут выходит вперед. Казанский федеральный университет очень долго пытался сравнять счет, но безуспешно. Либо вратарь Каи играл на высоте, либо же просто нападение федерального университета не могло зайти в зону. Переломить ход встречи удалось только под занавес второго периода. При игре в большинстве Артем Кенгибаев отдает результативную передачу на Даниила Золотарева, которая успешно завершила атаку взятием в ворот. 1-1 и игра в третьем периоде начинается с чистого листа. На протяжении последней 15 минутки команды активно входили в зону и пытались пробить голкипера. Но безуспешно и до финальной сирены счет на табло так и остался ничейным. И судьба матча решалась в серии буллитов, где сильнее оказались хоккеисты авиационного института. 1-1 в основное время, 1-0 в пользу Каипа буллитам. Итоговый счет 2-1. Авиационный институт одерживает победу в матче с принципиальным соперником. Матч, ну вообще, противостояние Каипулл Каипа всегда принципиальный характер за собой носит. Всегда команды друг на другую настраиваются, готовятся, ищут, скажем так, лазейки, пути, как можно выиграть, победить. Ну, в принципе, все в этом роде. Матч, в принципе, насыщенный. Команда Каипулл всегда серьезно настраивается и на нас, и на других соперников. Как бы претендует на призовые места. Грубо говоря, мы всегда делим первое и второе между ними на всех чемпионатах. Так что игра принципиально важная была. В самом начале, скажем так, встретились. Обычно встречаемся под конец и решается вопрос. Вот сейчас немножко поговорим, что это произошло. Арина Саяхова, Екатерина Лазарева, Булат Садыков. Неделя спорта.